Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный информационный выпуск в обзоре наших авторов. Как и всегда, наши журналисты расскажут о наиболее значимых событиях, которые произошли в этот четверг. Вот краткий анонс информационного выпуска. Уголовное дело в отношении Дмитрия Андреева возбуждено. Подробности уголовного дела в отношении бывшего зампреда регионального правительства смотрите в сегодняшнем выпуске. Тяжелые большегрузы. Дорожные полицейские провели рейды по фурам. Читающий троллейбус. В 120-летнюю годовщину поэта Сергея Есенина прошла литературная акция. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого является бывший зампред регионального правительства Дмитрий Андреев. Уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» было возбуждено по результатам прокурорской проверки после обращения фермера, которому не удавалось получить господдержку. Фермер на личном приеме у прокурора Рязанской области Олега Черныша заявил, что ему не удается получить субсидии на развитие сельхозпроизводства. При этом, по словам труженика села, некоторые другие фермерские хозяйства получали господдержку не всегда на честных конкурентных условиях. После такого обращения сотрудники прокуратуры установили, что выделение финансовых средств курировал именно Дмитрий Андреев, будущий главой регионального Минсельхоза, а впоследствии первым заместителем председателя правительства Рязанской области. В августе прошлого года Андреев попросил от руководителя одного из крупных сельхозпредприятий, внедорожник Toyota Land Cruiser 200, стоимость около 3,5 миллионов рублей. В целях обеспечения государственного контроля за деятельность одного из созданных правительством области ОАО, Андреев был назначен туда представителем областного правительства в органы управления этого общества, а затем был избан и председателем совета директоров данного общества. Злоупотребляясь своим служебным положением, в августе 2014 года Андреев дал незаконное указание директору контролируемого им ОАО приобрести для него за счет акционерного общества автомобиль Toyota Land Cruiser 200. При этом у Андреева имелся непосредственно представленный ему служебный автомобиль вместе с водителями. В ноябре прошлого года Land Cruiser был передан Андрееву сначала безвозмездное пользование, а затем по договору аренды заплату в 30 тысяч рублей в месяц. Хотя стоимость аренды такого автомобиля была, естественно, значительно выше. По версии следствия, в производстве Следственного управления МВД России по городу Рязани находилось уголовное дело по фактам тайного хищения чужого имущества. Фигуранты по данному уголовному делу находились под стражей, а у одного из них был изъят автомобиль Infiniti, который был приобщен к рамках расследования уголовного дела в качестве вещественного доказательства. 6 февраля этого года знакомый, привлекаемый к уголовной ответственности молодого человека, дал взятку следователю за совершение заведомо незаконных действий в пользу фигуранта. А именно, он просил следователя отменить или изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, освободить молодого человека от уголовной ответственности, а также возвратить ему автомобиль. Напомним, что Дмитрий Андреев покинул пост первого заместителя председателя правительства 13 августа 2015 года. Выявление факта взятки и возбуждение уголовного дела стало возможным в результате совместных действий сотрудников региональных управлений прокуратуры, Следственного комитета, полиции и ФСБ. Мера пресечения бывшему первому заместителю председателя регионального правительства Дмитрия Андреева пока не избрана. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области Анжелика Евдокимова. Вопрос о мере пресечения экс-зампреду будет решать следствие. А вчера в сети интернет появилось видео задержания мужчины, похожего на председателя Совета депутатов Спас-Клепков Сергея Васина. Задержание произошло около городского парка возле администрации Рязани. Напомним, несколько лет назад Сергей Васин стал фигурантом уголовного дела. В сентябре 2006 года на трассе Рязань-Клепике Мерседес МЛ-класса сбил мотоцикл. Автомобилем обычно пользовался бывший мэр областного центра Федор Проваторов. Двое ехавших на мотоцикле подростков скончались на месте. Вину за ДТП взял на себя депутат Касимовской районной думы Сергей Васин. Именно которого, возможно, вчера задержали правоохранители. А накануне рязанские дорожные полицейские провели рейд по большегрузам. В Рязани с 28 сентября по 4 октября проходит всероссийская акция на дорогу без перегруза. Сейчас в областном центре установлен стационарный весовой пункт в районе поселка Турлатова и три передвижных пункта на въездах в областной центр. За 8 месяцев 2015 года сотрудниками госавтоинспекции было взвешено более 5000 транспортных средств. К административной ответственности за перевозку тяжеловесного груза привлечено более 1000 водителей. Немногим менее 500 транспортных средств эвакуировано на стоянку. Сегодня утром горожане могли прокатиться по центру города на читающем троллейбусе. Одноименная акция состоялась в преддверии 120-летнего юбилея поэта Сергея Есенина и в рамках Российского года литературы. Вот обычный троллейбус, а поедет свой необычный маршрут. Читающий троллейбус – именно так называют любопытную акцию, которую же традиционно проводят в городе. На этот раз организаторы посвятили действия Сергею Есенину, ведь как раз сейчас празднуется 120-летие со дня рождения великого поэта. В 11 часов транспорт начал куть от площади Ленина. В салоне звучали есенинские произведения в стихах и песнях. Работал и принцип свободного микрофона. Каждый желающий публично декламировал любимые строчки. Впервые за пять лет читающий троллейбус сделали платным. Проезд стоил в соответствии с тарифами общественного транспорта – 16 рублей. А сейчас о спорте. В среду 30 сентября стартовал региональный отборочный этап ночной хоккейной лиги. Турнир юбилейный, пятый по счету. И соревнования обещают получиться интересными для болельщиков благодаря большому числу участников. В нынешнем розыгрыше примут участие 16 команд. Ночная хоккейная лига появилась 15 декабря 2011 года после встречи президента России Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой прославленные спортсмены озвучили необходимость решения проблем развития любительского хоккея. Сейчас лига имеет свои региональные представительства по всей России. Рязанская область с первых же сезонов принимает активное участие в развитии любительского спорта. Благодаря ночной хоккейной лиге здоровый образ жизни становится более популярным, а любительский хоккей во всей России стремительно развивается и возрастается. НХЛ действительно является центром всероссийского любительского спорта. Если заглянуть в историю, в 2011 году в первом турнире, организованном по инициативе Владимира Владимировича Путина и звезд российского хоккея, участвовало всего лишь 80 команд. А Рязанская область была представлена, по сути дела, сборной нашего города. Сегодня в турнире НХЛ Рязанской области участвуют 16 команд, а любительский хоккей занимается более 500 человек. География турнира постоянно расширяется, и количество участников растет. Юбилейный пятый сезон розыгрыша ночной хоккейной лиги стартовал матчем между Касимовским восходом Су-2 и командой «Шкода Рязань». Особенностью нынешнего отборочного этапа станет новая формула проведения соревнований. По итогам двух стадий будут определены участники серии плей-офф, и далее они уже в четвертьфинале по олимпийской системе разыграют звание победителя. Эта формула, как считают организаторы, позволит избежать проходных игр и повысит зрительский интерес. Посетили Рязанский ледовый дворец прославленные хоккеисты, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и олимпийский чемпион Валерий Каменский. Надо сказать, что самый приятный регион, с которым работать вообще беспроблемно, это Рязанский. И мы всегда с удовольствием приезжаем сюда. Я сюда уже практически четвертый раз сюда приезжаю. И надо сказать, что организация турниров и организация всего процесса в Рязани всегда проходит на самом высоком уровне. Благодаря Смирнову, ее помощникам, Министерству спорта, надо сказать, что никогда никаких претензий со стороны нашей лиги к Рязанскому региону никогда не было. В нынешнем региональном этапе ночной хоккейной лиги будет бороться рекордное число команд – 16. Примечательно, что приезжают людовые дружины, в том числе и из районов области. Региональный представитель НХЛ Олег Смирнов на пресс-конференции сообщил, что, возможно, в скором времени у хоккеистов-ветеранов появится своя арена. Место под строительство в областном центре уже выделено. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет замдиректора РМПТС Александр Базарь. И в беседе речь пойдет о начале отопительного сезона. А с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова